Замечательно. Значит, теперь после этих абстрактных рассуждений привяжем это к нашей грешной земле. Значит, и почему мы не видим одиноких лохнесских монстров и всегда видим популяции? Ну, проказываю, потому что Земля большая. Здесь изображен маленький принц, значит, и планета этого принца могла поддерживать только ограниченное количество там чего-то, ба-бабов, что-то там росло. Но на самом деле размеры Земли преувеличивать тоже не нужно. Вот это моя любимая картинка, от которой я тащусь. Сколько синих китов поддерживало весь мировой океан до начала китобойного промысла? Часто их произвели, значит, двуногие хищники, а до того, как их стали, значит, мочить, сколько было, плавало в синем море синих китов? Я спрашиваю не точную цифру, а порядок величины. Нет, все-таки 100 тысяч. Но, тем не менее, представляете, какой большой какой океан, и вот жиротвы в нем хватало всего на 100 тысяч синих китов во всем океане. Они везде живут. Ну и там еще каких-нибудь китов. И медведей бурых существенно меньше миллионов всегда было. Такая злобная тварь, бурый медведь, что их вот вся Канада, вся Сибирь и вся Европа могла поддерживать там что-то 500 тысяч бурых медведей. Потому что они большие и противные. Вот. Так что, но, так что вторая причина заключается в том, что если у меня популяция слишком маленькая, то она просто быстро вымирает из-за неэффективного отбора противопредных мутаций. И, соответственно, соответственно, долго не живет. Здесь мы об этом будем много говорить. Дарвиновский отбор, естественный отбор бывает положительный, такой оптимистический, когда возникла новая полезная мутация, иначе она начинает распространяться и может зафиксироваться в конечном счете, за счет этого происходит, собственно, эволюция, изменения. А еще отбор бывает отрицательный, когда возникает новый вариант, который вредный, и, соответственно, этот новый вредный вариант нужно выкинуть из популяции. Но отбор неэффективен, если популяция мала. И, соответственно, новые вредные варианты популяцию просто погубят, если она недостаточно велика. Таким образом, все у нас живут в популяциях, и это не какое-то временное неудобство, а это абсолютная суть дела. Опять-таки, по той причине, что нам нужен не только мутационный процесс, но и отбор. Дорогневская эволюция не ограничивается только мутационным процессом, поскольку мутационный процесс тебя ведет обычно, человек знает куда, а требует мутационного процесса и отбора, а отбор происходит в популяциях. По-моему, я всех вас уже замучил этими рассуждениями, и вы их уже можете повторить во сне. Замечательно. Значит, на этой картинке показано, что граница между популяциями условно зависит от того, на каких временах мы рассматриваем. Вот медведи в двух лесах, на маленьких временах это две популяции, на больших одна. И вот замечательная совершенно история про элемент дрозофиля меланогастры. Знаете, что есть муха дрозофила, и мухи дрозофилы бывают разные. И вот есть группа мух, называется, как это, подород софофора, но неважно, значит, меланогастры и ее всякие родственники, символы, институты, еще якуба, эректа. И у них ни у кого до недавнего времени не было транспозонов, относящихся к семейству проэлементов. А проэлементы есть у всех дрозофил, ну или у многих, по крайней мере, не буду говорить о всех, у многих дрозофил нового света. И эта дивергенция меланогастры и, значит, вот этой вот клады, и новосредской клады, это там сколько-то десятков миллионов лет. А дальше дрозофила меланогастры совсем недавно проникла в Америку, ну, с людьми, значит, ее туда люди принесли, и она занялась тем, чем она везде занимается, а именно стала жарить, значит, гнилые яблоки в садах. И одну несчастную дрозофилу меланогастры в задницу укусил клещ, который до этого кусал кого-то из этих дрозофил, и заразил ее проэлементом. Вот. Когда произошло это ужасное событие, никто не знает, но, видимо, где-то в конце 19-го века. Потому что, когда дедушка Морган начал заниматься дрозофилами меланогастры, это было начало 20-го века, 1909 год, то он завел линии. И большая часть линий Моргановских докажется чуть не все, которые он из дикой природы брал мух, потом, значит, он их там инбридировал, видел мутацию, он говорит, это ли будет линия Вайт. И в этих Моргановских линиях проэлемента нету до сих пор. Вот. А дальше проэлемент распространился по популяции дрозофилы меланогастры как лесной пожар. И сейчас нет ни одной дрозофилы меланогастры в дикой природе, есть только моргановские линии, изолированные 100 лет назад, в которые не сидел бы проэлемент. Такая ужасная история. 25 уже лет назад люди поехали, выбрали часть Евразии, самую удаленную от Америки. Где будет часть Евразии, самую удаленную от Америки? Это в горах на границе Таджикистана и Киргизии. Поднялись в горы, нашли кишлак, в кишлаке абрикосы, значит, в августе, собрали из абрикосов муху дрозофилу, и вся она поражена проэлементом. Вот это к вопросу о том, как действует естественный отбор. Одну дрозофилу укусили за задницу здесь, и через 100 лет все дрозофилы, включая в этом кишлаке, несут этот самый проэлемент. Причем здесь это такой отбор патологический, потому что мухи дрозофили проэлемент вейден, но распространение проэлемента происходит потому, что если хоть один из родителей несет проэлемент, то все потомки будут заражены. То есть у него такой коэффициент размножения двойка, селективное преимущество двукратное, преимущество передачи. И этого оказалось достаточным, чтобы за примерно 100 лет захватить весь белый свет. Поэтому с точки зрения распространения полезной мутации весь ареал дрозофилы и меланогазта – это один вид. Возникшая в одном месте единственный раз полезная мутация за 100 лет весь этот ареал захватывает. Что, конечно, удивительно, но там возят их на грузовиках с фруктами, потому что одна там муха, она не может из Америки прилететь в Таджикистан, но значит ее водят. Вот, хорошо. Значит, что для нас важнее всего? Для нас важнее всего естественный отбор. И вот здесь показана, как возникла полезная мутация, и она захватила всю популяцию. А если у меня две популяции, вот у меня здесь на самом деле показан эксперимент Ленского. Знаете про эксперименты Ленского? Такой есть Ричард Ленский, Michigan State University, который в 88-м году посадил в колбы Ишари Хириколи, и там он раз в три дня эти колбы пересевает. Значит, уже 27 лет он их пересевает, 50 тысяч поколений пересевал, и у него хватило ума эту Ишари Хириколи замораживать. Тогда еще секвенс делать было невозможно на таких масштабах, а сейчас он все это и секвенировал. И вот просто такая тупая эволюция в пробирке, ужасно интересная. И в одной из колб у него возникло два вида, там длинные и короткие клетки, и он увидел, что когда происходит аллельное замещение среди длинных клеток, значит, вот была одна популяция, дальше она разбилась на длинные и короткие, и аллельное замещение среди длинных клеток, полезная мутация, возникла длинная клетка с полезной мутацией, они до сих пор продолжают, уже 27 лет они никак не адаптируются оптимально к этим новым условиям. Значит, возникла, возникает полезная мутация для длинной клетки, и она вытесняет все остальные среди длинных клеток, а коротким клеткам на это, в общем, наплевать, им не тепло и не холодно. То есть, selective sweeps, аллельные замещения, происходят в разных популяциях независимо. Ну и, соответственно, они накапливают разные мутации, делаются все более, вот эти две линии, делаются все более и более отличными друг от друга, но и в конечном счете, в какой-то момент мы их начнем называть разными видами. Значит, популяция это та арена, в которой действует естественный отбор. Замечательно. На этом я заканчиваю рассуждение о том, что такое популяция, и хочу подчеркнуть вещь, которая, в общем, очевидна. Вот это вот организм, а это индивидуум. Когда мы рассматриваем микроэволюцию, то популяционный подход очень плодотворен в рамках своей применимости. Что такое популяционный подход? Когда мы индивидуумов рассматриваем, а не организмов. То есть мы, так сказать, не заглядываем внутрь и не задаемся вопросом, там, почему Иван Иванович второе детей. Там, у него второе детей, там, потому что у него не случился инсульт, там, еще что-то, еще что-то, и там жутко все это сложно. Но нам на это плевать, а нас интересуют только свойства особей, которые определяют их как членов популяции. То есть мы на них смотрим снаружи, а не изнутри. И ясно, что мы не можем на популяционном уровне ответить, почему Иван Ивановича четырехкамерное, там, а не трех- или пятикамерное сердце. Но те вопросы, которые на популяционном уровне можно рассматривать, надо рассматривать именно так. Вот. И, значит, я буду стараться этот подход использовать. Хорошо. Теперь я испытываю некие трудности в этом месте всегда, потому что я собираюсь вам травить мозги всякой жуткой зауме, которая может опоревно быть непонятна, зачем она вообще нужна. Вы способны выдерживать жуткую заум, не понимая, зачем она нужна? Тогда выдерживайте, потому что это очень полезная заум, и она реально будет использоваться, она даже будет в этом микрокурции из 12 пар активно использоваться, а еще больше она будет использоваться, значит, ну вообще везде. Значит, правильный язык. Но на самом деле ничего сложного в этом нету. Вы же все-таки биоинженер и биоинформатик, и там слово-отображение не должно вас вводить в ступор и в священный трепет, да? Ну хорошо. Вот. Тогда я... Значит, сейчас я резко меняю пластинку и буду стараться рассказывать максимально быстро, потому что если вам все понятно, то это можно сказать очень быстро. И, соответственно, прошу меня перебивать. Значит, есть правильное понятие для... Не так. Есть понятие фазовое пространство. Вы знаете, что такое фазовое пространство. И правильный взгляд на эволюцию, вообще правильный взгляд на любой динамический процесс, это представлять его как движение фазового пространства. Значит, фазовое пространство, оно же пространство состояния. Это какое-то ужасное пространство, в котором живут все возможные состояния значит, некоего объекта, а эволюция какового нас интересует. Ну, в контексте биологической эволюции нас интересует, прежде всего, эволюция генотипов. Соответственно, если мы рассматриваем все генотипы длиной до миллиарда, то у нас возникает пространство, миллиардомерное пространство, и в каждом измерении у вас может быть, ну, там, пять состояний. А, Т, Г, С, ну, и там, если бы генотип кончился, не доходя до этого места, то еще и прочее. Значит, соответственно, 4, ну, или там, ну, пускай прочих не бывает, 4 в миллиардной степени точек. Такое вот пространство состояния. И тогда эволюция – это, значит, движение точки в этом пространстве. Если мы рассматриваем одну линию, а если мы рассматриваем популяцию, то это некая маленькая облачка точек, и, значит, эта облачка точек гуляет в этом пространстве состояния. Это эволюция. Это правильный взгляд, значит, на любой динамический процесс, включая естественную эволюцию. Вот. Но еще нам нужно, чтобы в этом пространстве состоянии у меня над ним бы висела поверхность, которая называется адаптивным ландшафтом. Фитнес ландскейп или адаптив ландскейп. Либо ландшафт приспособленности, либо адаптивный ландшафт. По-разному я называю. И это просто график функции, которая ставит соответствие каждому генотипу, ставит соответствие его приспособленности. А приспособленность – это ожидаемое количество потомков, а количество потомков, приносимых скотиной данным генотипом. Вот, собственно, и все. И, значит, думать о пространстве генотипов, в котором 4 миллиарда степени точек, она такая трудно обозримая. Ну, вы там все понимаете, что 4 миллиарда – это там неизмеримо больше, чем число электронов наблюдаемой Вселенной, которые там равняются 1080. Вот. Соответственно, мы можем всякими правдами и неправдами размер пространства состояния уменьшать. Там я осматриваю какие-то подпространства. Например, меня интересует только эволюция какого-то белка. длиной 1000 аминокислот. И у меня будет, значит, 20 в тысячу пространства возможных состояний. Эту белка тоже много. Вот. Значит, пространство состояний и висящие над ними адаптивные ландшафты. Это то правильный способ думать об эволюционном процессе вообще. Ну и о микроэволюции в частности. Значит, я буду во-русски обращаться с самим пространством. Вот здесь вот у меня такое одномерное пространство. И вот, значит, у него этот какой-то ландшафт. вот, ну, поскольку рисовать мы многомерные картинки не можем, вот для трехмерного пространства состояния можно приспособленность показывать величиной точки. здесь у меня, значит, вот, отбор благоприятствует большим буквам, и это адаптивный ландшафт, висящий над трехмерным пространством. А больше уже и не нарисуешь. И вот эта вот очень любимая картинка показывает, желтые пятна это реальные популяции. То есть это те, которые есть. А большая часть любого адаптивного ландшафта, она покрыта мраком неизвестности, точнее, несуществования. И величайшим достижением эволюционной биологии было бы, если бы я мог натыкать генотип там, в компьютер нажать кнопку, и мне бы компьютер сказал, какая у этого генотипа будет приспособлена. Естественно, мы этого делать не умеем, не только для полных генотипов, но даже для последовательных семянных кислот. Натыкал последовательный семянный кислот и нажал на кнопку, и она мне сказала, что этот белок там, что это будет за белок. Мы этого до сих пор не умеем делать. Вот. Еще нужно ввести еще одно понятие, но это уже предельная мудрость. Значит, еще одно понятие семейства адаптивных ландшафтов – зависимостью от условий. Ну, вы там все слышали про всякие одно и много параметрические семейства отображения. Адаптивных ландшафтов у меня, вообще говоря, столько разных, сколько разных у меня комбинаций условий. Там температура, влажность, освещенность и наличие хищников. В зависимости от того, какие у меня условия имеют место, адаптивные ландшафты у меня могут быть совершенно разные. Хорошо. Значит, и теперь самое ключевое понятие всей эволюционной биологии и микроэволюции в целом, значит, которые… микроэволюции в частности, которые, так сказать, удобно сформулировать в терминных адаптивных ландшафтах, это понятие эпистаз. Значит, давайте мы его определим… ну, собственно, его надо определять от противного. Значит, эпистаз – это любое отклонение от ситуации, когда эпистаза нет. А что значит, что эпистаза нет? Эпистаза нет значит, что разные гены влияют на приспособленность, ну, или вообще на какой-то признак. Я часто вместо слова «признак» буду говорить «приспособленность», но надо понимать, что приспособленность – это просто один из количественных признаков. Там, рост или, не знаю, вес и количество пальцев – это тоже количественные признаки. И то, что верно для приспособленности, верно для других количественных признаков обычно тоже. Так вот, если на какой-то количественный признак разные гены влияют независимо друг от друга, то мы говорим, что эпистазы отсутствуют. Что значит «независимо»? Означает, что мое значение признака – есть сумма вкладов генов моего генотипа. Ну, давайте для пользователей считать, что эргоплоидные. Сейчас будут всякие хитрости, связанные с эпистазом внутрилокусными, а можно считать, что адиплоидные. Эпистаз внутрилокусный всем хорошо известен. Что такое внутрилокусный эпистаз? Эргоплоидные. Это кономен доминантности и рецессивности. А, его почему-то называют отдельным словом – доминантность и рецессивность. Это, ну, может быть, и неплохо, но полезно было бы говорить. Значит, вот это вот генотип, и вот у меня три возможных генотипа. Ну, будем считать, что маленькая буква – это ноль, а большая буква – это один. признак. Значит, у меня количество аллелей – А большое. А это признак. Вот, и есть ситуация, когда у меня вот так вот, как называется такая ситуация в генетике? Кто у меня, доминантные, а большой или а маленькие? Кто? Никто. А как называется вот такая ситуация? Кто у меня доминантные? А маленькие доминантные. Совершенно верно. Значит, если у меня фенотип по язык, ну, можно написать генотип, фенотип можно написать. То есть, если у меня фенотип промежуточный, ну, будем считать в аддитивном смысле промежуточный, то есть, является средним арифметическим фенотип гетерозиготы между фенотипами гомозиготы, то у меня доминантности нету. А если в крайнем случае совпадает гетерозигота с одной гомозиготой, тогда, значит, соответствующая аллель называется доминантом. Другой аллель называется рецессивным. Значит, эта доминантность и рецессивность – это проявление эпистаза внутри локуса. И это вещь очень, так сказать, ну, это такой очень важный частный случай, но мне кажется более удобным начинать думать про эпистаз между локусами. И, соответственно, давайте, когда это ничему не мешает, думать о гоплоидах. Вот, значит, тогда в случае эпистаза между локусами, значит, если фенотип есть сумма вкладов отдельных аллелей, то у меня никакого эпистаза нету. Вот. А теперь, значит, что может здесь быть? Значит, я хочу ввести, да, полшага назад, значит, ну, есть случаи общего положения, когда для каждого генотипа есть какой-то генотип, как-то устроено, какой угодно. И эта ситуация плоха своей необозримости. И я хочу ввести, вот это я пытался нарисовать такую необозримую ситуацию, не уверен, что это хорошо получилось, но какое-то, вот, значит, какое-то произвольное отображение из генотипов фенотипа. Что-то здесь какая-то зал у меня, все равно мне не нравится. Не смотрите сюда. Я хочу ввести три частных случая. Три частных случая эпистаза, которые, с одной стороны, сложнее примитивного случая отсутствия эпистаза, то есть независимого действия разных аллелей на фенотип. Но, с другой стороны, проще необозримого случая общего положения, когда, вообще говоря, каждый генотип может давать такой фенотип, который он хочет. и не нравятся мне эти картинки. Я их долго рисовал, а сейчас они мне не нравятся. Значит, три частных случая это вот какие. О господи, никогда ничего не работает. Так. Работает. Одномерные писаться? Как же назвать второй случай сейчас? Я назову монотонный. Может быть, у меня было какое-то хорошее слово, я забыл. И третье. Давайте я назову одномерные, однозначные и однопиковые. Значит, что это значит? Вот, я во-русски все это рисую, непонятно, у меня пространство вообще дискретное или пространство состояния дискретное, или какое, всего два измерения. Ну, вот, у меня есть какая-то, у меня есть какая-то, какой-то холм, какой-то, значит, пик на графике этой функции из генотипа фенотип. И тогда у меня по одному направлению я буду двигаться вверх или вниз по градиенту, а по, значит, перпендикулярному направлению я буду оставаться на том же уровне. Иду, значит, по склону, оставаясь на том же уровне. И эта картина не зависит от числа измерений. Если бы я мог нарисовать пик над функцией миллиарда измерений, было бы то же самое. Я по одному направлению хожу вверх и вниз, а по перпендикулярной гиперплоскости оставлюсь на одном и том же уровне. Вот, значит, и это, ну, локально, если я двигаюсь на небольшие расстояния. Вот, и это мотивирует вот такой частный случай. Когда у меня есть, когда я рассматриваю все мои генотипы, и дальше для каждого генотипа я могу определить одно скалярное значение, которое я называю потенциалом приспособленности. Ну, например, число моих полезных мутаций, считая, что они все одинаково полезны, минус число моих вредных мутаций, считая, что они все одинаково вредны. Вот, а дальше моя приспособленность является, вообще говоря, произвольной функцией от моего потенциала приспособленности. Значит, если эта произвольная функция линейная, то тогда у меня вообще никакого эписоза нет. Но, может быть, вот какая ситуация. Значит, вот у меня, соответственно, мой потенциал приспособленности, а приспособленность может зависеть не обязательно линейная, как попало. Сейчас я вам еще мозги буду компостировать, еще все хуже. В случае приспособленности меня интересует на самом деле не аддитивность, а мультипликативность, а отклонение, то есть независимость, независимое действие генов на приспособленность, это не когда приспособленность равна сумме вкладов, а когда приспособленность равна произведению вкладов. И чтобы сохранять тот же язык и говорить по сумму, надо, соответственно, говорить не о приспособленности, а о логарифме приспособленности. Почему это так, я потом расскажу, это, так сказать, некая глубокая, ну, не глубокая, но, в общем, это хорошая годная наука. Так что, когда нас интересует адаптивный ландшафт, там, по массе тела, то мы рисуем массу тела. А когда меня интересует адаптивный ландшафт, в смысле, ландшафт признака приспособленности, то обычно имеет смысл рисовать не саму приспособленность, а о логарифме. Но вы, большие математики, вы переживете рисование логарифма. Вот, значит, если я могу совершить вот такой вот такт, то есть, описать весь генотип одним скалером, а дальше считать, что моя приспособленность является, вообще говоря, произвольной функцией от этого скалера, то я говорю, что у меня не абы какой эпистаз, а эпистаз одномерный. Как ясно, жизнь может быть устроена так, что у меня нет никого скалера, там вот так вот все схомлено. Да, у меня общий случай. Но модель одномерного эпистаза очень полезна. Если кому интересно, модель одномерного эпистаза впервые была предложена в 67-м году в трех статьях Кинга, Милкмана и Сведа, Риды и Бодмера в Genetics была опубликована в одном номере журнала Genetics три статьи, которые из разных соображений пришли к модели одномерного эпистаза. Значит, опять-таки мы характеризуем весь генотип одним числом. И дальше мой логарифм приспособленности является, вообще говоря, произвольной функцией от этого числа. Вот. Значит, это что касается частного случая одномерного эпистаза. Частный случай однозначного эпистаза еще проще. Значит, представим себе, что у меня есть какой-то двухаллельный локус, аллельная большая и маленькая. И эпистаз будет однозначным, если независимо от моего генетического фона, независимо от того, что у меня наблюдается и что я имею в остальных локусах, а большое всегда дает мне, ну там, скажем, больший размер или больший логарифм приспособленности. Вот. Альтернатива, когда в зависимости от того, что у меня делается в других локусах, не только размер эффекта, но даже знак эффекта может меняться. То есть, если у меня там в локусе B у меня B большое, то лучше в локусе A иметь A большое. А если у меня в локусе B маленькое, то лучше в локусе A иметь A маленькое. Это случай знаковый эпистаза. То есть, значит, одномерный, а альтернатива многомерный, а здесь альтернатива знаковый. И здесь альтернатива многопиковый. Вот. Значит, про знаковый эпистаз исключительно важный этот вопрос. Вот есть вредные мутации. А вот как вы думаете, вредная мутация, она безусловно вредна или условно вредна? А вот хайну знает, товарищ командир. То есть, легко провести примеры и такие, и такие. Скажем, если у кого-то случилась, не знаю, упаси бог, дешеновская дистрофия, то она вредна безусловно. Нет такого генетического фона у человека, такого генотипа, на фоне которого аллель дешеновской дистрофии был бы лучше, чем его отсутствие. Эта мутация безусловно вредна. А есть мутации, которые действительно извращенным образом полезны. Вы знаете, что сейчас в Америке, если у вас гемофилия, у вас продолжительной жизни больше, чем если у вас нет гемофилии. Почему? Почему? Совершенно верно. Но инсульт может быть. Часть инсультов тромботические, а часть инсультов геморрагические. Хотя большая часть инсультов тромботические. А инфаркты у вас не будет, если у вас гемофилия. Вот. И, соответственно, у гемофилийов продолжительной жизни на 2 года, по-моему, больше. Вот. Не то, чтобы это, так сказать... То есть, и вопрос о роли знакового эпистаза, как часто на масштабах изменчивости внутрипопуляционной, не только размер, но даже знак эффекта, зависит от генетического фона. Это один из ключевых вопросов современной микроэволюции. Ответа мы не знаем. Вот. Наконец, однопиковый эпистаз. Что такое однопиковый эпистаз? Это когда мы из разных генотипов, начиная, будем двигаться по градиенту вверх и всегда пойдем на один и тот же пик. То есть, если мы рассматриваем популяцию, сидящую вот здесь вот, то она вся пойдет вот сюда. А если мы рассматриваем популяцию, сидящую вот здесь вот, то вот эти вот пойдут сюда, а вот эти вот пойдут сюда. Вот. Значит, это три частных случая, которые, вообще говоря, друг к другу не сводятся. Ну, вот, например, пускай это у меня потенциал приспособленности, а это у меня, значит, логарифм. Сейчас. Да, это у меня логарифм приспособленности. Вот. И пусть у меня отбор устроен вот так вот. Тогда это у меня одномерный эпистаз по определению, правильно? Потому что, значит, моя приспособленность полностью определяется вот этим одним числом. Но он у меня знаковый, то есть он у меня неоднозначный. Если здесь у меня замена аллеля там а маленького на а большое у меня приводит к увеличению приспособленности, здесь она приводит к уменьшению приспособленности. Как называется такой отбор, когда пик посредине? Стабилизирующий отбор. Вот если у меня такой стабилизирующий отбор на фитнес потенциал приспособленности, то значит, что на одном генетическом фоне у меня один аллель лучше, а на другом генетическом фоне у меня тот же самый аллель хуже. Вот. И очень большая часть всяких заумных микроэволюционных рассуждений формулируется в терминах вот этих вот трех таких ограниченных моделей эпистаза. Хотя опять-таки в случае общего положения, когда у меня, ну абы какой я случайно нарисовал какую-то, значит, какую-то зависимость признака от генотипа, он у меня не будет ни одномерным, ни однозначным, ни однопиковым, конечно. Но эти три частных случаи, они очень полезны. И, значит, вы на эту тему подумайте, но я понимаю, что это, так сказать, жестокий способ рассказывать, потому что эти абстрактные понятия, совершенно непонятно, что я так на них напираю, а совершенно непонятно, пока мы с ними не начнем работать. Так. Что у нас дальше? Так, это можно все на отсюда плевать.